Нас столкнут в новый виток хаоса, например, что-то подобное оранзовое революции, Саверсад, то, конечно, это, как говорится, новая дестабилизация. Некоторые системы могут, как говорится, свалить в области. Ведь мы уже не деревенская страна, понимаете, вот в 18-м году начали там гражданскую войну. Но подавляющее большинство населения жило почти автономно в своём крестьянском дворе, в деревне. Они даже в это время улучшили своё питание, вот крестьяне нас. Город дал, город был в тяжёлом положении, ну, что-то отобрали у крестьян, там накормили. Но катастрофы не произошло, хотя потери были очень большие, прежде всего от болезни, от эпидемии. Но сегодня в городской стране стоит только отказать, скажем, теплоснабжению, а это очень хрупкая система, она в плохом состоянии, или энергоснабжение, электричество. Как просто город становится уже не средством обитания, а средством, источником колоссальной опасности. Прежде всего канализация. Отключение канализации сразу же делает необитаемым город большой, он эпидемия начинается. То есть, дестабилизации сегодня, конечно, допускать нельзя ни в коем случае. Какие бы большие, так сказать, претензии и нарекания к власти не были, как бы не хотелось её потрепать, так сказать. Ну, я сам оппозиции к этой власти нахожусь, понимаете, так чувствую, я знаю, да. Но сейчас, вот эта сейчас возможная дестабилизация с помощью этих оранзовых технологий, она ударила бы по жизненным интересам подавляющего большинства населения. Совершенно. Поэтому приветствовать этот блок и правых, и части левых на такой вот на оранзовой этой основе никак нельзя. Это ошибка. И, понимаете, мы, ну, в целом, вот этот последний 15 лет Россия, как говорят, находится в исторической ловушке. То есть такая система, такой тип кризиса, когда возникает непорочный круг какой-то, вот трудно разорвать, ухудшается, ухудшается, а система порочных кругов. Вот попала царская Россия, попала в такую ситуацию, ну, вот, после 1905 года. Что не сделай, всё плохо, всё ухудшает положение. Ведь, вот, почитайте, даже эти книги, где вот приводится, вот, воспоминания, сановников царских, очень умные люди были, и многое правильно понимали. Но невозможно. Действительно, это стало так, что, что не сделай, всё ухудшает положение. В такое положение упала советская власть, вот, на исходе перестройки. И уже покатилась, невозможно, что бы ни делало. То есть из этой ситуации уже можно выходить только через какой-то, знаете, такой рывок, причём осознанный и поддержанный большим критической массой общества. Такого рывка сделать не могли ни царская Россия, ни, ну, скажем, ни кадеты-либералы, ни советская государственность, вот, в начале 90-х годов. В принципе, мы сейчас находимся тоже в исторической лавузке. Пока ещё есть, как говорится, какое-то пространство для манёвра, ну, что-то там, нефтедоллары нам дают. Но если мы за оставшееся время, как сказать, вот это не соберём, эту часть обства, которая, ну, договорится о каких-то, о каком-то проекте, понимаете, мы эти все пока что ресурсы растратим, а положение будет ухудшаться независимо от доброй воли, скажем, ну, правительства. Вот.